Тему отставки Кабмина продолжим с экспертом Института мировой экономики и политики при фонде первого президента Республики Казахстан Ельбаса Сериком Бесимбаевым. Доброе утро. Как по вашему, почему глава государства отправил правительство в отставку именно сейчас, не в конце прошлого года, не в середине этого? Это как-то связано с текущей ситуацией в стране или, быть может, решение продиктовано новыми глобальными вызовами? Я думаю, что прежде всего отставка правительства связана с внутриэкономическими и социальными вопросами. Как мы знаем, с начала года актуализировались проблемы, связанные с социально уязвимыми слоями населения. Это прежде всего многодетные семьи. И не только в ряде регионов мы видели, как граждане стали требовать, чтобы обращать внимание на улучшение жилищных условий, на увеличение пособий. То есть с начала года мы видим нарастание недовольства именно работы исполнительной власти. В этой связи, я думаю, что данное решение позволит пересмотреть ту, скажем так, систему взаимоотношений между правительством, между министрами, а также в целом обществом. И позволит заново сформировать правительство, которое обратит внимание на те проблемы, о которых сказал президент. Какие задачи теперь будут стоять перед новым правительством? Нужно ли ждать каких-то кардинальных реформ, например, либо будет продолжен текущий курс? Самое главное это пересмотр социальной политики. Как уже сказали, мы с прошлого года в вопросах улучшения уровня жизни, а также решение вопросов, например, связанных с жилищными реформами. Многие вопросы, они так или не были доведены до конца. Я думаю, что новая задача, это как раз связано с тем, чтобы еще раз произвести оценку эффективности тех программ, которые уже существуют. И с учетом всех выявленных ошибок принять и улучшить работу именно в направлении социальной политики. То есть это Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования и здравоохранения. Весь социальный блок, он требует корректировки. Хорошо, спасибо большое за информацию. С нами на прямой связи был эксперт Института мировой экономики и политики при фонде первого президента Республики Казахстан Ельбаса Серик Бесимбаев. А мы продолжим с другими темами.